Так сегодня выглядит место падения вертолета. Сообщения от очевидцев начали поступать накануне в районе половины десятого вечера. Но только после полуночи командам со специальным оборудованием удалось добраться до очага возгорания. Машина врезалась в гору Медведь. Это территория заповедника Утриш, причем одна из наиболее труднодоступных точек. Это гора со склонами превышающей 300 метров. Туда техника и пожарные рукава, естественно, дойти не могли. Они работали пожарные, как это, лесничество и заповедника с ранцами. Сами понимаете, что в ночное время и в лесу это было провести очень сложно. Вместе с тем в 7 часов 12 минут полностью все очаги пожара были ликвидированы. Следственный комитет на транспорте начал проверку. По данным ведомства, на борту находился только пилот, 53-летний житель Волгограда. Полет был коммерческим. Вертолет двигался по маршруту Анапа-Абрау-Дюрсо. В настоящий момент проводятся все проверочные мероприятия, направленные на восстановление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В заповеднике пока подсчитывают ущерб. При этом возгорание называют сравнительно небольшим. Между тем, согласно статье 17 Воздушного кодекса, летать над заповедниками на высотах ниже 2000 метров без согласования с руководством охраняемой природной территории запрещается, кроме особых случаев. Однако параметры полета, как и причины аварии, станут известны в ходе официального расследования. Продолжение следует...